Быть сепаратистом в Украине стало еще опаснее. В Северодонецке появились новые плакаты, сообщающие об ужесточении наказаний. Об изменениях в Уголовном кодексе Украины, принятых Верховной Радой, можно увидеть в различных общественных местах. Правоохранитель информирует население об усилении наказаний за сепаратизм и пособничество террористам. И если ранее за посягательство на изменение границ территории или государственной границы Украины, а также за публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, можно было отделаться ограничением свободы, то в новой редакции закона это уже срок от 3 до 5 лет. За сепаратистские действия, в результате которых погибли люди, отныне светит от 10 лет и до пожизненного заключения. Как к этому относятся горожане, наши журналисты поинтересовались у жителей Северодонецка. Думаю, что правильно. По той причине, что едим там хлеб украинский и выступаем против Украины. Это не годится. Пусть останется так, как есть и войти, просто жить с Украиной дружно и все. А я сепаратистов вообще не уважаю. Лисичанск, Северодонецк, Счастье, Артемовск, Мариуполь. Практически во всех прифронтовых городах правоохранители выявляют и задерживают людей, подозреваемых в причастности к террористическим организациям, либо сепаратистскому движению. Помощниками в этом сотрудникам СБУ и милиции стал телефон доверия, по которому каждый может обратиться с информацией о возможном преступлении. Подводите.